Привет, братцы! Я посмотрел замечательный фильм, называется «По щучьему велению». И вот я пишу пару слов, хотел о нём записать, потому что я впечатлён фильмом. Фильм прекрасный. Главное в нём — это всё. Он прекрасен сюжетно, он прекрасен постановочно, он прекрасен замечательными, мотивационными, замечательно замотивированными героями. То есть любое действие в нём очень логично, умно. И самое интересное, в сказках главная — это такая штука, как некое приключение, преодоление. У него там какие-то возникают преграды, задания, он их с честью исполняет. Главный герой, как правило, да? Тут Иванушка-дурачок, который, в общем, сначала вроде как бы дурачок, но вроде и не дурачок, но по большому счёту дурачок. И как бы там так построено? Первое у него приключение — это... Если отбросить всякую там мелочёвку, то это там Кот Баюн. Он предлагает любому покусившемуся на его баян выбор, грустная песня или весёлая. Грустная песня — это всё рассказывает Василиса главному герою. Грустная песня — значит, ты загрустишь, уснёшь, и он тебя сожрёт. А если будет весёлая песня, то у тебя руки-ноги в пляс, и ты дотанцуешься до того, что ты умрёшь, и он тебя сожрёт. Вот как бы она предупреждает главного героя, говорит, не ходи туда. Но герой идёт туда, говорит, как-нибудь справлюсь. И дальше как подразумевается, что он хитростью, умением, ловкостью своей как бы обмануть должен Кота Баюна, или как-то обхитрить его, или... Ну, потому он Иван дурак, он ловкий парень, да, типа дурак, но ловкий. Но тут ему очень сильно везёт. Это вот прямо такое, знаете, везение, так везение. Как в том знаменитом меме, знаете, такое, говорит, как удобно. Оказывается, откуда-то он знает эту грустную песню Кота Баюна, и вместе с ним поёт, кот очень растроган этим обстоятельством. И он спрашивает, откуда ты знаешь эту песню? Говорит, мне мама пела её. Он говорит, ну как, это я сам сочнил, и никто отсюда живым не уходил, никто мне не пел. И этот вопрос повисает в воздухе, и он задан в фильме, но ответа на него нет. Я считаю, что сценарист ответ на него, конечно, дал какой-то, пусть банальный, но какой-то, а режиссёр почему-то его убрал. И это моё предположение. Смешно то, что даже если сценарист дал на него ответ, то, согласитесь, это, ну так себе стечение обстоятельств для приключенческого фильма. Это сказка, да, приключения. Получается, что вот такое вот, как бы повезло, так повезло. Вторая штука, которую ему надо добыть, это скатерть-самобранка. Дело происходит в таком, знаете, каменном ущелье, такая гора, и внутри такая чаша каменная. И внутри сидят два обжора, которые отвоевали замечательную скатерть-самобранку, конечно, западного злодея какого-то, турецкого султана, и вот сидят с тех пор и жрут. Герой наш подходит к ним, ну казалось бы, хватай самогранку, самообранку, беги, ты ж ловкий парень. Тебе же надо добыть, ты хочешь тебя цель, жениться на принцессе. Но он говорит, а можно я у вас возьму? Эти говорят, а мы тебе сейчас наваляем два жердяя, которые еле встают. И он такой пугается и что-то теряет сознание. Так вот он как-то напугался. На выручку ему приходит Василиса, которая показывает им их отражение в воде и говорит, посмотрите, до чего вы обожрались, товарищи. И тем так стало неловко, что они говорят, забирай скатерть, больше не будем жрать. То есть, вот как бы, понимаете, совесть у людей, вот так сказать, возыграла. Но Иван опять как бы просто провалялся в обмороке. Третья история еще тяжелее. Значит, а им надо попасть в царство мертвых и получить разрешение у мамы невесты на брак с невестой. С царицей, с принцессой, которая, конечно, не любит Ивана. А любит его, понятно, Василиса. И это очевидно всем, кроме самого Ивана. А Иван, он как бы вроде умный парень, но такой не очень, как по факту. И они едут в царство мертвых, его Василиса заранее честно предупреждает, оттуда никто не выходит живым никогда. Такого не бывает. Он говорит, да, пес с ним, поехали. Поехали, не туда доехали, получили там, значит, разрешение. И оказывается, оказывается, ну, повезло, опять же, повезло. Ну, вот когда везет, тогда везет. Знаете, как в казино. Вот ставишь, ставишь и везет. Качей Бессмертный, который заведует этим царством, он как бы отец Василиса-то, понимаете. Ну, она говорит, ну, отпусти, чего уж, пацанат. Хороший парень-то. Вот. И он говорит, ну, ладно. И отпускает его. Ну, тоже, в общем, повезло. То есть, такой фильм, знаете, немножко про везение, да. Очень, очень классно прописанный сценарий. Приключения невероятные. Хитрость героя, ну, просто необъяснимая. Просто такая, знаете, русская миссия невыполнима. Такой очень сказочный сюжет. Вот. Что не понравилось, хотя, наверное, это в тренде, и, наверное, даже понравилось, мы шли же патриоту российской нашей действительности. Это, конечно, ненависть к супостатам. Значит, супостат, это всегда нерусский англичане, они всегда уродливые, напомаженные, врут, тупые, не такие какие-то вообще отвратительные. Вот. А наши ребята, они, конечно, молодцы, хорошие, такие приятные. Как говорится, любо-дорого посмотреть. Вот. Но есть, конечно, некоторые сомнения в правильности этого подхода. И вообще, как бы, национальный вопрос, национальный... То есть, национальность не является признаком... Точнее, по национальному признаку нельзя определить, мудак человек или нет. То есть, человек либо мудак, либо нет. Это к национальности отношения не имеет, да? В общем, фильм такой немножечко странный. Очень много они ходят, разговаривают, разговаривают. Как-то переключения у них заканчиваются, в общем, все время какими-то длинными, тягомотными разговорами. Фильм длинноват, конечно. Ну, смотрите, его тяжеловато. Если бы невероятная ловкость героев, его приключения. Вот первый раз он вырвался из сложнейшей ситуации, потому что ему мама колыбельную пела. Второй раз, потому что вовремя в обморок упал. А третий раз, потому что за него замолвила словечко Василиса. То есть, в общем, ловок, подлец, ничего не скажешь. Умеет. Умеючи, понимаешь, так, справляется с жизненными обстоятельствами. Ну, в конце они, конечно, с Василисой, наверное, поженятся. Ну, и слава богу, я считаю, да? А то он же долго бы не протянул-то без нее. Вот такой вот замечательный фильм. Я вам очень рекомендую на него не ходить. И вообще, наверное, потратить на что-то более полезное свои 500 рублей. Можете, знаете как, можете купить у меня подписку на Boosty и 300 рублей еще сэкономите. Представляете, я вам буду рассказывать, что за фильмы вам смотреть совсем не обязательно. Подписывайтесь на Телеграм, ставьте лайки, делайте репосты. Я вас всех обнимаю, всех люблю и пока-пока.